А за что выслали, расскажи Тумсо, пишет Адик Козырный. Ну, есть официальная версия. Тумсо, стоит ли отдать должное Кадырову, ведь он не праздновал День Победы, как делал это в том году. Как думаешь, почему он так решил? Лукашенко в свою очередь праздновал, несмотря на карантин. Кадыров не праздновал, как и Путин не праздновал, потому что карантин. Если бы не было карантина, Кадыров бы праздновал. Кадыров, он человек подневольный, ему там скажут сверху праздновать, он будет праздновать. Скажут скорбить, он будет скорбеть. Здесь не он выбирает, что ему праздновать и когда праздновать. За него выбирают. И за его отца также выбирали. За его отца выбрали, когда он будет праздновать, где конкретно он сядет. Посадили его на мину и отправили на тот свет. Это люди, которые не могут сами выбирать для себя праздники. Единственное, что они могут сами для себя выбрать, это вот в зоне Чеченская Республика, вот в этой зоне, им дано право самим выбирать, кого в этой зоне из чеченцев убить, кого из чеченцев замучить, кого из чеченцев посадить. Вот это вот им дан такой карт-бланш. Но нельзя далее идти. Кроме чеченцев, другие люди не могут от этого страдать. Ну, может быть, еще Кавказцы там дадут. На это тоже закроют глаза. Потому что для Кремля мы такой расходный материал. Мы зона риска, ненужные проблемы. И когда нас убивают, уничтожают, на это смотрят так сквозь пальцы. Виктор Бронштейн. Тумсо, видел твои истории с про День Победы? Я понимаю, что у всех может быть разное отношение к этому празднику. Но нельзя ли было чуть помягче? И при чем тут Кадыров-старший? Ответь, пожалуйста. При чем здесь Кадыров-старший и праздник Дня Победы? Почему вы проводите эти параллели? То, что касается Кадырова, это не касается Дня Победы. Мои истории о Кадырове никак не имеют никакого отношения к празднику 9 мая. А моя публикация про 9 мая не имеет никакого отношения к Кадырову. Я имею в виду, мои публикации о празднике не имеют отношения к Кадырову. Это разные вещи. То есть я сделал две публикации в этот день. Потому что в этот день соединились два события. Первое событие – это смерть Ахмата Кадырова. Гибель. Второе событие – это День Победы, который празднует вся Россия в этот день. Все. Это разные два события. Хоть они и произошли в один день. Хоть это и было взаимосвязано, что он пришел праздновать этот день и в этот день был взорван. Но события совершенно разные. Его гибель и День Победы – это разные вещи. Поэтому я про гибель выложил видео, в котором задал вопрос чеченцам, ингушам, карачаевцам, балкарцам, крымским татарам. То есть тем людям, которые были репрессированы Советским Союзом. И на тот момент, когда пришла та самая Победа 9 мая 1945 года, эти народы уже находились в ссылке в качестве врагов народа. И я задаю вопрос потомкам тех людей, кто был тогда выслан. Я сам являюсь одним из потомков. Я сын человека, кто был выслан. Я сын матери, которая родилась в ссылке. Понимаете? Это недалеко. Это даже не прадед мой был выслан. Это мой отец и моя мать. Мой отец был выслан, а моя мать была рождена там в ссылке. И я обращаюсь к таким же, как и я, людям и говорю, вы вообще думаете о том, когда вы празднуете этот день, когда вы считаете его праздником, когда вы считаете уместным в этот день кого-то поздравлять, вообще испытывать какую-то радость в этот день. Вы вообще вспоминаете своих родителей, своих дедушек, бабушек, у кого-то прадедушек, прабабушек. Вы об этом думаете? Вы думаете, в каком они были положении в этот день? Вы думаете о том, была ли это для них победа? Испытывали ли они радость в этот день? Просто я задаю вопрос. Это что касается праздника 9 мая. Что касается гибели Кадырова, здесь я просто привожу пример. Я показываю, как погибли чеченские лидеры, как они погибали. Джохар Дудаев, Гендербиев, Масхадов, Садулаев. И этот список можно продолжать, там их очень много. И показываю, как погиб Ахмат Кадыров. Все те люди, наши лидеры, они погибли в сражении. Они пали в бою от действия противника. А Кадыров, он погиб во время концерта, когда он слушал песню Тамары Дадашевой. В этот момент Всевышний Аллах забрал его душу. Я просто показываю, что даже в этом есть знамение. В том, как Аллах забирает души предателей и нечистивцев. В этом тоже большой повод для нас задуматься. А что касается того моего сториса, где я написал этот день, мы приближали, как могли. Ну, это такой небольшой троллинг. А за что выслали, расскажи, Тумсо, пишет Адик Козырный. Ну, есть официальная версия, которую нам озвучивают. Говорят, что типа чеченцы якобы сотрудничали с гитлеровским рейхом. Это официально. Но, и это, кстати, говорят не только про чеченцев, ингушей, а это и про всех, про все народы, которые высылали. Но я могу сказать точно про чеченцев и ингушей. У нас, до нас вообще не дошли немцы, чтобы с ними можно было как-то сотрудничать. Много очень сказок рассказывают про то, про какую-то пресловутую белую лошадь, белого коня, которого мы там собирались подарить Гитлеру. Но на этом коне у нас, видимо, ускакал Власов в итоге. В общем, очень много, конечно. На самом деле, очень кощунственно рассуждать на тему, а за что? За что можно выслать целый народ? Да ни за что. Нет такой причины. Нет вообще такого преступления, за которое ответственность должен понести весь народ. Даже если бы действительно все это было бы правдой. Это была такая акция геноцида. Просто Сталин решил уничтожить непокорные народы. Народы, которые создавали ему проблемы. Могли создать ему проблемы. Он понимал, что всю историю идет борьба. На Кавказе на тот момент уже 300 лет она шла. Но он понимал, что это будет постоянный очаг накала. И он таким образом решил его подавить. Но, как видите, неудачно. Не подавил. В итоге мы и выжили, мы и вернулись. Мы и восстали спустя 50 лет. И удачно восстали, и победили в этом восстании. Теперь опять пошел этот новый этап истории, когда опять нас теперь угнетают. Мы опять находимся под оккупацией и ждем момента. А я верю, когда Рамзан говорит, что от него разбежались 1500 маджихедов. Притом еще после того, что он пустил фрррр. Что им еще оставалось как не разбежаться. Субтитры сделал DimaTorzok